Всем привет, с вами Мимико, и это третий выпуск Murdered. Мы сейчас остановились на церкви, и давайте её исследуем. Так, новая задача осмотреть церковь и найти свидетельницу. В принципе, это и так было понятно из предыдущего прохождения. Пила. Баншиф-часовня. Необходимо ещё 10 дополненной картины событий. Так, тот, кто хладнокровно меня застрелил, может, я должен разобраться с ним. Очевидно, что именно с ним в ловушке. И если я не закончу свои дела, то могу застрять здесь навсегда. Это верно. Так. Ну, в принципе, да, вот наши дела, которые мы ведём, которые мы завершили, и не очень. Так. Дополнительные дела тоже, в принципе, у нас здесь все видны. Одно мы ещё не разблокировали. А, это текущая задача. Всё, всё, всё. Так. Ну, пойдём в церкви. Походим. Так. Нравится мне очень, как вырезают это всё, старинные постройки. Это очень душевно. Где же она? В той квартире что-то указывало на церковь? М-м-м, да, были фотографии. Ам. Ну... Здесь? В смысле? А, в каком моменте? А, вот, церковь. Точно, надо выбрать просто церковь. Я не заметила. Вы не могли бы меня ненадолго приютить? Конечно, дорогая. Церковь всегда тебе поможет. Могу предложить старый чердак. Живи сколько хочешь. У неё комната на чердаке? Надо проверить. Священник сказал, что она может пожить на чердаке. На каком чердаке? И я так понимаю, на том, который чердак. Точно. Так, ещё одна пила. Так, здесь мы особо пройти не можем, я так понимаю. Но зато собираем пилу. Так, здесь. Ладно, сюда пока не пойду, надо всё-таки основное место происшествия, скажем так, осмотреть. Обещание, которым я никогда не жалел. Женить бы на Джолии. Лучший день в моей жизни. Мы с самого начала знали, что всё закончится подобным образом. Рано или поздно. Всё-таки не перестаём любоваться. Это очень красивая пара. Господи, обрати к тебе и сердца врагов наших. Если же невозможно ожесточённым обратиться, то положи преграду зла и защити от них избранных твоих. Аминь. Мысль Джолии. Шляпа Ронана. Позавчера вечером мы вместе смотрели черно-белые гангстерские фильмы. Не могу поверить, что раньше он их не видел. Мне понравилась романтическая линия, а ему экшен. На следующий день я купила ему фетровую шляпу. Сначала он смутился, но потом быстро к ней привык. Она очень ему идёт. Думаю, он теперь никогда её не снимет. Она ему действительно шикарно идёт. Господи, надеюсь, это поможет. Вряд ли. Я ещё и лавочки все просмотрю, мало ли. По крайней мере, здесь светло и вокруг много людей. Это плохо пахнет. Отлично пахнет. Её запах. И тогда, значит, ты просто решил залезть в её шкаф? Нет, нет, нет. Одежда в шкафу вся новая. И к тому же она бы заметила. Я дождался, когда она это выбросит. Я всегда умел ждать. Наблюдать. Иногда она оглядывалась, словно чувствовала, что я за ней наблюдаю. А если бы засекла? Тогда что? Весь твой мир бы рухнул. Почему? Никогда такого не было. Я бы разобрался с ней, как с остальными. А потом нашёл другую. Здесь это сделать не так просто, как тебе кажется. И такие бывают призраки. Ну, в принципе, люди. Просто люди. Ворон. Я по-прежнему его люблю. Такой уж он человек, я ничего не могу поделать. Стараюсь с ним не сближаться, поступать разумно, выбрать человека, с кем у меня была бы нормальная жизнь. Но постоянно думаю о Ронане. Я ничего не могу поделать, не могу. Это она. Настоящая любовь. Какая милая девушка. Так, ничего вроде здесь не пропустили, кроме... Она озвучивает мои мысли. После этих убийств я чувствую себя беззащитной. Здесь точно безопасно. Вряд ли этот изувер посмеет прятаться рядом с церковью. Сюда он ведь не мог зайти, да? Не мог же? Ну как? Может? Сейчас многие молятся. Не только она. Все-таки Ворон. Не помню, они действительно просто так или нет. Так. Ладно, здесь больше ничего нет. Этим все... Да. О, еще одна бела. Так, здесь мы пройти... Можем? Не можем? Ага. Ох. Ну да, точно. Но мы еще можем подняться наверх. Поэтому, возможно, нам сюда рановато. Пойду я пробегусь наверх. На всяком случае, попытаюсь это сделать. Что, вот здесь проход закрыт? А здесь? Нет, здесь можно ходить. Орган. Люблю я органную музыку. Так. Оп. Пошли. Я, конечно, постараюсь все максимально собрать, но, возможно, не получится. Третьего раза не будет. Я попросила его снова позвать меня замуж. Какое счастье, что он не ушел от меня после того, как я не ответила на первое предложение. Он по-настоящему меня любит. С улыбкой он опустился на одно колено, прямо на улицу, не обращая внимания на лужи, потому что понял, что это значит. Решение наконец-то принято. Он взял меня за руку и сказал, ты... И я ответила, да. И даже не дала ему сказать, выйдешь за меня. Мы оба все поняли, все поняли и рассмеялись. Это очень хороший знак. Давай, 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 наведись. История Салема. Этот орган, восстановленный в 1919 году, подсвящается всем прихожанам, погибшим в Первую мировую. Так, вот. А, вышли с другой стороны. Хорошо. История Салема. Табличка «Сгоревший дом священника». Здесь стоял первый дом священника Церкви Святого Бонадикта, сгоревшим в 1902 году. В общем, прошлись мы. Это такие... Собирательные вещи были. Наверху. Привет. Черт. Чтение мыслей просто заполонило разум. Но зато мы послушали милую песню. И его исполнение. Давай. Кажется, чердак там. Мяу. Привет. Катяра. Ау. Думаю, нам сюда еще рано. Хотя... Так, сейчас посмотрим на все. Сюда мы не пройдем. Ну, в принципе, да. Все. Идем уже туда. Мяу. Вы слышали? Это было мяу. Мяу. И да, мы можем вселяться в кошку. Это здорово, как по мне. Мяу. У меня у самой кошка 20-летняя сиамка. И... Я вообще люблю кошек, животных. Сначала здесь просто осмотримся, а уже потом... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Что-то с вентиляцией? Что-то... Жуки, а вот мы проверяем, чтобы никто там не застрял. Я бы не советовал говорить об этом. Это дело плохо, парни. Да еще бы. Меня аж напугало вот это вот. Так, вот почему тут везде благовоние, да? В моей кухне такого бы не случилось. Это начало кухни, это прямо. Знаете, это прямо как в сказке. Все думают, у них школьная любовь. Такое ощущение, что они уже сто лет вместе. Но на самом деле, они познакомились после колледжа. Я-то надеялся, он найдет себя кого-нибудь в Дублине. А он встретился с Шилли во время поездки во Флоренцию. При этом сама-то она из Бостона. Черт побери, он пересек океан, встретил любовь всей своей жизни. Оказалось, она живет через дорогу. Чеш, по неволе поверишь в суть. Футбол, смотри. Такое бывает. Этот парень оценил бы, как мой мальчик играет в футбол. Каким-то это тоном сказав ужас. Что ли был футербэк МД заткнется он или нет? Пока он говорит, можно не говорить самому. Я сейчас, пожалуй, изничтожу вот этого демона. Черт. А, нет, от меня отстало вроде как. Все хорошо. Да. Я просто зря отпустила так рано. Здесь связан с природой. Вы умерли. Вы умерли. Вы умерли. Вы умерли. Вы умерли. В 17 веке. Не та кнопка? Серьезно? Да. Давайте не будем только умирать. Хорошо? Черт. Нажала не ту кнопку и меня убила. Еще, кстати, есть эта комната. Так, ну ладно. Я сейчас по-быстрому обнаружу все, что должна обнаружить. Потому что нас откатывает немного назад. О, кстати, в этой комнате я еще не была. Так. Здесь мы еще побываем. Здесь мы еще побываем. Так. Что-то с вентиляцией? Они ожидают приготовления еды в таких условиях? Вот мы проверяем, чтобы никто там не застрял. А если застрянет? Ну, мне на всякий случай надо себя похожат. Это заткнется он или нет? Так вот, почему-то везде благовоние. Я ни в чем не виноват. Мой сын супер. Тот, кто так говорит, что его ребенок супер. Зачастую... Может быть, это... Я не оттираюсь, но честное слово. Прощай. Извините, мэм, но в заявке было оформить в куританском стиле. Без подробностей. Это, по-вашему, куританский стиль? Там пластик. А он разве был уже? Где бы набрали такой персонал? Я только что нашел настоящую салемскую ведьму. Бывает. А это не зеленый. Он деревенский, но изыскан. В традиции к Салиму. Вся свадьба должна быть в традиции к Салиму. Это символ наших горлов. Неужели мы не готовы? Так. Еще три. Ну, история. Табличка «Дом священника». Сейчас, в 1902 году, мы освещаем этот дом священника, воскресший, словно легендарный Феникс. Так. Понятно. И, 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 и. Ну, да. Здесь мы, собственно, были. Вот сюда мы зашли, когда он... Брайн чудесный мальчик, но его семья другое дело. Ну, его мать, конечно, смахивает нас. Моя девочка выходит замуж по любви. А это главное. Верно говоришь. Надеюсь, моя свадьба пройдет без стресса. Ага, ты и есть та самая Шелли. Надеюсь, ты права. Вы же с ней дружбе. Так, все. Можно вселяться в кошку. Даже можем мяукать-то. Какая милота. Ну, вы на это посмотрите. Брейс, пошла. Милота. Милота. Даже будем ходить по столу. Милота. Милота. Мы, Уинслоу, ведем свою родословную от самих пилигримов. Мы поселились в Салеме в семнадцатом веке. Это мы изобрели идеи его в горении. Я помню, очень долго в первый раз пыталась понять, как прыгать вообще за кошку. Но оказалось все намного проще. Но пока можно просто ходить и мяукать. Ходить и мяукать. Привет, бабуля! Вот. Можно, знаете, как настоящий кот просто полоскаться об ноги хозяек. И тем самым всех бесить. Здорово же! Так, и мы вышли на улицу. Кстати, у нас здесь еще один гость. Ну, да. Небольшое приключение в виде кота. Тюм-тюм-тюм. На него посмотрите. Такое жалостливое личико. Куда меня этот, да, Ронан тащит? Куда? Я же просто хочу намывать свою мордашку и спать целыми днями. Ну, тише. Мы уже почти дома. Подожди нас здесь, кис. Вот она, наконец-то. И почему я все время теряю ключи? Как же до нее достучаться? Сначала обследовать всю комнату. То, что иначе, ну, никак. Даже пытаться не буду до кого-то достучаться, пока не в курсе того, как этот человек живет. Ну, в принципе, мы нашли только одну пилу. А чем попробовать с ней? Убирайся, к черту! Проклятие! Если ты еще раз в меня вселишься, я... я... Ты не имеешь права взваливать на меня свои проблемы. Я разыскиваю своего убийцу. Того, кто час назад чуть не напал на тебя. И если... Погоди-ка. Ты... Ты меня видишь? И слышишь? Да. А, черт, я понял. Ты же медиум. Похоже, я самый большой везунчик на свете. Нашел идеальную помощницу. И чего вы все время к нам цепляетесь? Помогать копам это не какая-то там привилегия, а самая настоящая ловушка. Я не информатор, не партнер, не друг. Ничего вам не должно. Как, впрочем, и вы мне. Да, 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 я все понял. Ты крутая, ладно. Но он круче. Ты видела, на что он способен. Он охотится на тебя или на того, кто тебе дорог. И тот, кто ему нужен, пусть радуется, что вообще еще жив. Я могу его остановить. А ты помочь мне в этом. Просто ответь на несколько вопросов. Мне жаль. С тобой произошло ужасное. И ты... Ты меня спас. Ладно. Что? Вот. Замечательно. Поговорили. Давай быстрее. Меня убили, когда я проследил за этим уродом до твоего дома. Интересно, зачем ты ему нужна? Думаю, этому уроду была нужна моя мама. А я ведь никто. Невидимка. Мы постарались, чтобы было именно так. Не все жаждут публичности. Ты раньше видела моего убийцу? Можешь хотя бы предположить, кто это? У вас копов совсем нет улик, что ли? Если вы спрашиваете людей про убийцу. Понятно, почему вам помощь так нужна. Я опрашиваю не людей, а свидетеля, чью жизнь только что спас. Нужна твоя мама? Но зачем? Она, как я, но нашла способ зарабатывать на наших способностях. Это могло привлечь к ней внимание. Ну и где твоя мать? Наверное. Умерла. Она бы меня никогда так не бросила. Нет. Я не знаю, где она. Но тут замешан звонарь, это совершенно точно. Не зря он сегодня сюда приперся. Так, если он ее убил, зачем возвращаться к ней в квартиру? Я не знаю. Слушай, но не накручивай себя так. Почему ты там не живешь? Потому что такие, как вы, вечно просят о помощи. Непременно хотят еще раз поговорить с близкими, разгадать очередную безумную загадку. Я люблю маму, но не могу долго жить в одном месте. Не хочу, чтобы меня обнаружили. в детстве я тоже редко дома бывал. Знаю, это бесит. Ну ладно, что ты делала в своей квартире? Действительно. Я там живу, Шерлок. Ну, ладно, жила. Пару дней назад моя мама пропала. мы редко видимся, но раньше она не исчезала. Ну, вот так. Интересно, дым от сигарета у него тоже призрачный. Зарабатывает на способностях? Да. О, может, ты ее знаешь. Ясновидящие, ее копы наняли составлять портрет убийцы. прости. Я не в курсе. Сегодня я нашла это дома. Говорится про какое-то досье на звонаря. И точно ее почерк. Досье на звонаря. Наверное, в нем все ее записи по этому делу. И, вероятно, досье в участке. Правда? Ты в опасности. За тобой нужен присмотр. Копы умеют искать людей. Я нашел тебя и маму твою найду. Я готов взять твои проблемы на себя. Ни за что. Пойми, я, конечно, очень благодарна тебе за спасение, но твои проблемы твои, а мои мои. Вот они. Ну что, удачи тебе. счастливого небытия. Эй, погоди-ка. Куда пошла? Погоди секунду. Послушай. В этом замешана твоя мать. Значит, мы должны работать вместе. Работать вместе? А что ты можешь? Ты труп. Отстань! Оставь меня в покое! Она явно что-то знает. Ее нельзя отпускать. Тут должен быть другой выход. но мы пока почитаем, что нам там высадить свидетельца. Свидетельца нельзя выпускать, только она может помочь мне найти звонаря. Так. И, значит, мы здесь... Так. В принципе, мы здесь все знаем. Так. Мы тоже все читали. А почему у нас это все как новинка горит? Ладно. Привет, китка. Неплохо так сразу же, да, на землю? Так. Ну, по идее, мы можем киску оставить пока. Так, нельзя? А почему мы не можем пройти? Священник не пылесосит больше? Ладно. Пойдем через кота. Так, ладно, мы даже по ним можем потоптаться, но все-таки... Нет, ну, все правильно. Но нужно туда добраться. А почему он не хочет-то? как-то как-то не активируется. Вот здесь запрыгивание. Но, возможно, нам и не туда нужно. да хотя нет, туда нужно. Странно как-то. Причем, я вижу эту штуку. Как бы, вон она. ладно. Ладно, выйдем назад и посмотрим. да, нет, как-то не получается. что-то нет. стой вернись уже уходишь на извините но я вернусь святой отец будь осторожно сегодня здесь так холодно ну пойдешь обратно да такое бывает отвлечения некоторые объекты можно активировать чтобы отвлечь внимание от демонов и незаметно прокрасти мимо них как правило чаще всего удается отвлечь внимание от демонов с помощью ворлов кто-то я помню что птички не просто так укрытие демонов поможет вам подобраться к объектам отвлекающего внимания она озвучивает мои мысли после этих отвлеките демона есть я чувствую себя беззащитной здесь точно подойдите к дему сзади и удержите эры если хотите его шикарно даже здесь кто то сидит и все нормально но не подходи к нему я больше не могла терпеть пришлось это прекратить эти руки рвали на части мою душу все 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 успокойся ты просто бредишь что они пришли за тобой вот так вот бывает ах не та кнопка вот так вот вот так вот Прощай. И здесь, я так понимаю, всё. Да. Проклятие. И что теперь? И девочка ушла. Кот. Ну, с котом не ругайся. Нет. А, точно. Записка. Надо сначала всё читать, а потом уже тыкать. Найди в участке мои записи. Не возвращайся, это опасно. Она пошла в участок, чтобы выкрасть какое-то досье. Ха. Конечно, никто не заметит. Ты знала, что её мать работала на полицию? Ха. Ладно. Можешь не отвечать. Кот точно всё знал. Пора возвращаться в участок. Так. Свидетельница отправилась в участок, чтобы забрать досье, составленное её матерью. Так. Крик свидетельницы меня дезориентировал. Но как это могло произойти? Мать свидетельницы оставила записку. Немедленно уходи из дома. Найди в участке мои записи. Не возвращайся, это опасно. Я постараюсь отыскать тебя, мама. Мать свидетельницы пропала несколько дней назад и та понятия не имеет, где её искать. Свидетельница убежала из дома, чтобы её не нашли и надоедливые призраки. Но один всё-таки нашёл. Свидетельница не знакома с убийцей. Кто из моих знакомых желал моей смерти? Вероятно, звонарь рискал мать свидетельницы. Но зачем? Вот так вот. И у нас такая метка очень милая, как мне кажется. Куда именно надо бежать? Ну, сейчас достаточно быстро мы доберёмся. Ну, сейчас достаточно быстро мы доберёмся. Я, кстати, вот сюда буду бежать. Что-нибудь здесь у нас появится или нет? Можно убрать. Так. Что тут у нас? Хотя, мне кажется, что сюда будет... Киса, привет! Что сюда, возможно, рановато. Причина смерти Эгрейс. Жертва погибла от удара тупым предметом. На неё упал книжный стеллаж в её магазине. В общем, это тоже место смерти. Уличные драки. Странно, что я вообще прожил так долго. Хм. Ну, бывает. Хм. Ну, бывает. В общем, я думаю, вы уже поняли, кем у нас является наш звонарь. Что он был не самым любезным человеком, но и есть. Так. Мы, конечно, такими окольными путями ходим. Это законно? Фото семьи Каннельсон. Мы не раз говорили, что свечей и керосиновых ламп в доме Клэр слишком много. Она обожала полумурак, особенно во время сеансов. Нет. Она не относилась к ним серьёзно. Просто хотела бы общаться с покойными знаменитостями. О, и, кстати, да, вот. Мы, в принципе, здесь всё прошли. Люди. Сколько же здесь людей. Что? Что это было? Ах, в квартиры можно вернуться. Даже не верится, что сегодня убили копа. Ещё бы. Как там называлась та игра «Девица грабит гробницы»? А это при чём тут? Приятно хоть на время забыть о проблемах большого города. Спасибо, дорогие друзья, вам за сочёствие. В принципе, другого мы особо и не ожидали. Так, ладно, я достаточно много побегала, в принципе. Город, ещё раз повторюсь, не такой большой. Здесь не так уж и много что можно осмотреть, но находки интересные. Ронан делает предложение. Сегодня он сделал мне предложение. Если честно, я не знала, что ответить. Я хочу быть с ним. Я люблю его. Но когда он предложил мне выйти за него замуж, я словно онемела. А он стоял на коленях и ждал, страдая от моего молчания. А потом поднялся. Лишь через пять минут я смогла ему сказать, что мне нужно подумать. Неужели я всё испортила? Ну это, судя по всему, по первой попытке Ронала, соответственно, пожениться на девушке. Нужно идти домой. Прямо сейчас. Встань и иди. Нет ничего проще, чем пойти домой в тот момент, когда ты хочешь пойти домой. Так, и почти-почти мы пришли уже в полицейский департамент. Но я всё-таки здесь последние штрихи сделаю. Кстати, с котом же ведь тоже не просто так. Тут же ведь можно делать всякие разные задания с помощью него. И добывать предметы. Вот, например, как тут. То есть куда нужно перелезть, да? Те места, куда может забраться только кот. И обнаружить что-то такое. Всё. Ну, собственно, спуститься отсюда тоже может только кот. Кот меня не любит, я знаю, но с этим ничего не поделаешь. Ну и, в принципе, всё. Полицейский участок. Ах, чёрт. Меня прямо тянет ещё куда-то сходить. Табличка Дом правосудия. Охота на ведьм. Этот дом, также известный как Дом правосудия, принадлежал судья Джону Готтерну 1641-1717 год, который иногда проводил заседание в своей гостиной, а его обвиняемых держали в подвале, как и было заведено в те времена. Его репутация навсегда запятана из-за той роли, которую он сыграл в ходе судебных процессов над ведьмами 1692 года. Ну, судя по всему, он их казнил. Других вариантов особо и нет. Ощущение опасности. Считается, что с Салем тихое место, где можно скрыться от проблем большого города, однако дошло до того, что мне по вечерам уже страшно выходить на улицу. Я говорила об этом Ронану, а он в ответ убеждает меня в том, что самый опасный человек в городе это он сам. Его похвальба меня не успокаивает. В Салеме есть что-то мерзкое. Согласна. Здесь призрачные постройки. Лучше не помирать. А то видишь много чего лишнего. Так. И у нас здесь снова постройки. Привет. Девочка из стены. Кажется, я видела. Нет. Не может быть. Смотря что-то видела. Его выбросили из окна. Жутка какая. Согласна. Интересно, как это все выглядит без этих старинных построек. Наверное, красиво. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Не шатайся по темным переулкам И все будет нормально Его выбросили из окна Жуть какая Может у нового начальника полиции все получится Не Не получится Там какие-то странные личности вообще в полиции работают О боже Что я натворил? Нет, нет, нет Рик И Лора Они мертвы Из-за меня Мы просто веселились Это вышло случайно Я ничего такого не хотел Я даже не помню, что там было Эй, 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 эй Успокойся, поговори со мной Как тебя зовут? Брэд Хорошо Ну, теперь рассказывай Я не знаю Мы хотели оттянуться Поехали в город Выпили одну Потом три А потом уже Не знаю сколько Я не помню Вроде я вез Рико и Лору домой И Боже Я их убил Я ни за что себе не прощу Наверняка ты ничего не знаешь Ты же сам сказал, что не помнишь Я, пожалуй, пройдусь тут немного Может, выясню, что произошло Боже Что я наделал? След так себе, но все-таки эта жуткая авария Поможет мне выяснить, что произошло в ту ночь Виски Разбитая бутылка виски Любимая марка Брэда Плохой знак Тачка Брэда Номер машины, сделанный по заказу владельца Очевидно, что машина принадлежала Брэду Видок паршивый Но знаете, за что я люблю эту игру? За то, что можно вот так вот делать Сколько раз мы бесились от того, что нужно в играх вот так вот все вокруг оббегать Нет Мы просто взяли и прошли Немного, но уже кое-что Заправка Чек за бензин СОС Выдан в тот день, когда произошел тот несчастный случай Вероятность успеха мало, но проверить не мешает Далеко надо наведаться Да? Почему бы и нет? Табличка склад оружия На этом месте находился склад оружия 26 февраля 1775 года Английские солдаты попытались его захватить Однако храбрые жители города помешали им Подняв разводные мосты Тем самым горожане лишили британцев партии оружия Перед началом войны Которая разразилась всего Которая разразилась всего Несколько месяцев спустя Я прошу прощения, иногда язык заплетается Так В принципе, вон он, да Департамент полиции И Разные люди Кого? А как это? Умереть? Я смотрю, весь город просто в шоке Весь город в страхе После этого события Как странно Вот человек был жив А теперь его нет Лора заливала бак, когда услышала громкий шум Надеюсь, я вернусь в чистую комнату Это все, о чем ты думаешь Замечательно Может, река напился в зизю, но все равно что-то его напугало Может, если мы пойдем чуть быстрее То что Брэд Такси То есть такси Что? О, а... Заправку Похоже, брат пытался вызвать такси, но что-то напугало его до того, как оно приехало Там с той стороны что-то есть Табличка История без бензоколонки Многие полагают, что SOC это салемская нефтяная компания Однако, такой компании нет На самом деле, аббревиатура расшифровывается как Сыновья Чарли Так называлась автозаправочная станция Основанная Чаком, Чарльзом-младшим, Шоном и Шемусом Олири В 1928 году, когда автомобили перестали быть редкости Это предприятие едва не обанкротилось у Пауков Великой Депрессии Однако удержалось на плаву Незаконно продавая алкогольные напитки в годы сухого закона Так Отчего шум такой мог исходить-то? Официальный комментарий Бакстера К сожалению, пока никто не арестован Подозреваемых у нас нет Вот почему мы настоятельно призываем жителей Салема сообщить полиции Обо всех подозрительных фактах Для поимки преступника нам понадобится всего Помощь всего города Шикарная полиция Так Похоже, их напугал этот громкий хлопок И что это было? Всех тогда напугал громкий хлопок Если бы я только мог выяснить, что они слышали А что они слышали? Блин Зачем я так дверью хлопнул? Теперь деньги за окно и зарплаты вычтут Меня так эти пьяные уроды разозлили Мне за ними еще и блевотина убирать Всех клиентов распугали Зря я дал этой бабе уехать Надо было полицию вызвать Значит За рулем был не Брэд Это была Лора Теперь уже все равно, но Он будет рад узнать, что Это не он их угробил Женщина-водитель Кассир помнит, что за рулем была женщина Это может означать только одно На что вы намекаете, да? Все хотят, небось, сейчас это спросить Что женщины плохо водят Ну тут я, кстати, не буду, наверное, спорить Во всяком случае, себя бы на месте водителя Я бы видеть не хотела И права в ближайшее время точно получать не буду Значит Это не я? Ужасная, ужасная ночь Я знаю, я виноват Но хоть не вся вина на мне Я не знаю, что сказать Спасибо Да нет, что Успокоитель душ Восьмидесятого уровня Всегда к вашим услугам И пора уже пойти В департамент Только сначала здесь все бегу Да Рыцарь-защитник Никто Наконец-то по ночам я чувствую себя в безопасности Все эти истории про то, что он самый опасный человек в Салиме Они казались мне правдой Никто нас не трогал Потому что все боялись его А я была с ним И я и сейчас с ним И буду с ним Я это знаю А когда шли эти процессы? В девятнадцатом веке? Какое странное чувство Опять сюда вернуться Туда, где в свое время Спасался от свалившегося на тебя Одиночества Забавно, как все повторяется Сегодня Сегодня он впервые стрелял Обычно предпочитает ближний бой Так что если к нему подойти Он получает преимущество Но, сэр Если к нему не подходить То как мы его арестуем? Вспомни, чему тебя учили Он убил копа Он в розыске Стреляй без предупреждения Оперативный штаб Ну что ж Думаю, на этом я на сегодня закончу Продолжим в следующий раз Подписывайтесь Ставьте лайки Обязательно пишите комментарии о том Нравится вам эта игра или нет Вообще ваши мысли Какие-то догадки Может быть Мне интересно Мне правда интересно Получать от вас Обратную связь И увидимся с вами В следующем выпуске Всем пока-пока До встречи